Здравствуйте дорогие друзья любители раритетных мобильных телефонов Это видео блог Ларина и рубрика Mobile Boom Сегодня у нас будет обзор действительно культового телефона Nokia Art Carbon 8800 Это последний из имиджевой 8 серии телефонов Nokia Выпущенный в 2008 году К сожалению на этом серийное производство телефонов Nokia 8 серии Вот таких стильных металлических понтовых трубок Потому что в свое время это был статус имиджа Практически к верту Прекратилось И вот Carbon является одним из самых ярких представителей артов Их было несколько Sapphire Black Gold Carbon Ну вот Carbon очень любили наверное за его внешний вид Он офигенный просто Слов у меня нет Да телефон у меня конечно уже видавший виды Он мне спас жизнь Я его очень сильно люблю Это видите Экземпляр с которым я хожу Вот он уже потрепан временем Ну Давайте Осмотрим его сначала внешне Потому что Очень много фуфла Продается под видом оригиналов Особенно сейчас Подделки на него Начали продаваться Наверное Через несколько месяцев после выхода Общей модели в свет Поэтому Давайте в нескольких пунктах пройдемся Ну вот у меня к сожалению Стекло Клеилось снова Потому что просто отсохло со временем Поэтому нельзя полностью отсказать Но вот защитная сеточка Динамика внешняя Она должна плотно подходить К стеклу А на копиях Она в принципе Довольно втоплена Так сейчас фокус найдем Попробуем Видите зеркалец На телефоне сапфировое стекло О Есть фокус Вот Открыв его значит На что еще тоже надо брать внимание Никогда не бывает на оригинальных телефонах В любых артах Буква Йо Если есть буква Йо Значит это фуфло Потом опять же Есть некоторый миф Видите 4.7 Светится немного ярче чем Ну я не знаю Насколько это видно на видео Ну в принципе видно И тоже как бы Многие говорят Что значит Что в телефоне Китайский шлейф На самом деле Ничего подобного нет Потому что Диоды подсветки Расположены именно в этом месте И по правильному Стоит Должны стать заглушки На этих двух кнопках Но вот у меня Поскольку к сожалению Телефон попал Бэушным уже И Шамай Вечно Слегка поработал Вот видимо Он их снял Итак Карбон Что касается Тоже бывает Дешевый пластик Который ломается Просто Вот видите Структура Должна Переливаться Вот Вот он так Вот четко Все переливается Опять же Задняя Средняя часть Вот этой Цвет Она стирается Но на фуфлах Как правило Он по-моему Более Желтизну какую-то Отдает Плюс Если посмотреть Не знаю Сейчас попробуем Вот видите Здесь камера Находится Четко по центру Если смотреть Фуфловый телефон То Во-первых Видно Она визуально меньше И как правило Находится криво Где-то в стороне Давайте Разберем Так Вот Крышечка задняя Знаю Что там Так Насколько видно Снимаем батарею Батарея-то По-моему Не оригинальная Но Однако Держит она У меня Ну Дни 5 Она держит 100% И стабильно Итак Внизу Что у нас Здесь Опять же Фуфло Не фуфло На Копиях Всегда Вот эта наклейка Просто приклеена Поверху Здесь Если видите Есть такой экран Защитный Металлический На фуфле Просто наклейка Приклеена Сверху Может быть Написано Че хочешь Телефон делается Столько Сейчас приближу В Корее Никаких там Надпись Финляндии Быть Просто Никак Не может Это значит Что вам Впарят Фуфло Если Опять же Наклейка Приклеена Поверх А внизу Можно оборужить Слот Для Микро СД карта Тоже Фуфло Потому что В арт сериях Бывают только Два варианта Памяти Вот как В карбоне 4 И Вот в Блэк по-моему Там единичка 1 гигабайт Не знаю Хорошо или нет Хотя в то время Уже в телефонах Карты памяти Были Но поскольку Это все таки Такая люксовая Имиджевая серия Наверное Поэтому Посчитали Что Достаточно Будет Одного Или четырех Вот как Фарбоне Гигабайт В памяти Вот загружается Пока грузится Несколько Слов в телефоне В нем Четыре стандарта Это 900 1800 1900 GSM Плюс UMTC ВCDMA Работает он На платформе С40 Серия 40 Так сейчас установим Правильную дату 14.04 1015 19 51 Сохранить Вес телефона 150 грамм Приятно держать В руке Ощущается Дисплей Значит OLED 16 миллионов Цветов Разрешение 240 На 32 Так Что еще Такого Можно сказать Все Технологии Возможных Передач Данных Существующих На тот момент В нем Уже есть Bluetooth GPRS И так далее И тому подобное Вот Единственный Разъем При которой Присутствует На телефоне Это Micro USB Сейчас Наведем Резкость Чуть пропадает Рядышком Находится Микрофон Для этого Телефона Существует Кредл У меня его К сожалению Нету Вот То есть Он вставляется В него И заряжается Тоже при помощи Этого Разъема Так Ну давайте Заходим В меню Вот у меня Стоит Тема Называется Мобиада Байдарина Очень На мой взгляд Подходит По стилистике К этому Телефону Значит Из удобных Функций Телефона Это то Что Он Реагирует На движение То есть Вот если В режиме Ожидания Когда гасит Дисплей Постучать По нему Он вам покажет Время Если Кто-то Звонит Вы хотите Просто Не отвечать Но отключить Звук Достаточно Просто Телефон Перевернуть Так Ну Зайдем В меню Контакт Сообщение Журнал Настройки Галерея Медиа Органайзер Приложения Интернет Ну видите Сделано Все довольно Удобно По меню Перемещаться Очень комфортно Ну давайте Зайдем В мультимедиа Значит Камера Камера в телефоне 3.2 Мегапикселя Давайте Попробуем Ну На то время Нормально Особенно Если фотка На улице Я вам скажу Получались Довольно Хорошие Фотографии Вот Разрешение Нам Показывает 2048 На 1536 Пикселя Ну нормально Также Телефон Пишет Видео В формате MPG4 Разрешение 640 На 480 Что Действительно Классное В этом Телефоне Это Звук Звуковая Карта Динамики Здесь стоят Такие же Как в Верту Да Неудобно Мне честно Горячей Проигрыватель Я вот Не знаю Очень часто Просто не слушал Музыку На телефоне Нет Плейлистов Ну вот Разного Формата Да Не знаю Насколько Конечно Передает Звук Камеры Но Слышно Слышно Звук Полностью Да И низкие Частоты Чего В принципе На телефонах Обычно Не бывает То есть Независимо от того Да Вот Хип-хоп Включать Или клубную Музыку Звучит Действительно Классно И И даже Классику Звук Сочный Ну Я Связан С музыкой Поэтому Для меня Такой звук Просто Я от него Кайфую Так Что еще Показать В телефоне Ну давайте Зайдем В органайзер Значит Обудильник Календарь Дела Заметки Калькулятор Таймер Отчета Сегундомер Ну Для делового Человека Все что Нужно было На тот Момент Стандарт Приложений Значит Мажорно Пафосная Игра Гольф По умолчанию Установлена В телефоне Что тут Видите Из приложений Конвертер Там Валюты Единицы Опера Мини Для размеров Одежды Переводчик Мировые Часы Ну опять же Что еще Нужно Что еще Сказать Про этот Телефон Хорошего Ну Если Ходить С понтовой Восьмой Серией То Телефон Выигрывает По сравнению С классикой 8800 Или С широкой Потому что Он действительно Работает В нем Не появляется Вот этих Вечных проблем С зарядом Сидержащей Батареи Как я уже Говорил У меня Этот телефон Работает Около Пяти дней Без Подзарядки Ну вот Не знаю Куплю Наверное Даже Новую Батарею Ради Интереса Проверю Как он Будет Держать Что вам Сказать Я Рекомендую На самом Деле Если Вы хотите Стильный Аппарат Действительно Культовый То Наверное Нет Ничего Лучше Чем Вот Серия Art Ноки Жаль Конечно Что нового Они ничего Не придумали Но Этот телефон Удобный Поскольку Если вам Нужен Телефон Чтобы разговаривать То В нем Есть Абсолютно Все Вот Видите Постукивание Появляются Часы То есть Удобно Посмотреть Время На что Нажимать Не надо Спишет Простывание Постучал По телефон Опа Время Увидел Итак На этом Обзор И свой Закончил Вот Напоследок Да Покажу Первый Телефон Да Вот Именно Восьмой Ну Первый Был 8110 А 88 Это 8810 Вот Эволюция Так сказать Понтов У Ноки Насколько Она Прошла Да Размеры Практически Те же Итак Вы смотрели Рубрику Mobile Boom Видеоблоги Ларина И сегодня У нас был Мобильный Телефон Nokia 88 Для ноля Carbon Art Из 2008 Могода нее Телефон Лагер это НGAN Отрого Нати Н�